Ола, амигос! С днём прекрасного всемирового сюра! И да, вчера был такой же, и да, завтра будет то же самое. И до чего же прекрасно, когда аудитория такая проницательная. И нет, не ищите в календарях, это я только что родил. Ну а у нас с темкой сегодня деликатно и такая себе в общем. Ибо, как стало известно, некая хакерская группа Anonymous, S-U-D-A-N, бесчинствами всякими промышляет и прекрасную родину фрикаделек всячески хреначит. И за последние месяцы отбедосили они десятки шведских аэропортов, больниц, банков и прочего. И делают всё это они, дабы мир в свободы европейский веровать перестал. Ну и между делом всякие непристойности на сайтах пишут про какое-то неуважение к исламу и дичь полнейшую. И мы уверены, что это рука Кремля. И всё, чтобы мы в НАТО не вступили, ведь только им это выгодно. А значит и сомнений у нас никаких нет. Да, но может это аббревиатура S-U-D-A-N, это название страны? Нет, не может быть. А может они были не сильно в восторге, как у вас их священную книгу жгли под молчаливое одобрение верхушки страны? Нет, это фейки. Да какие же фейки? Это всё на видео есть. Нет, это дип-фейки. Да, но они сами стримы вели, да ещё и над чучелом Эрдогана глубились. И нет, это другое. Но длинная там статья у Блумберга была с расследованием секретными сетями авиации Икеи и привлечением лучших специалистов по кибербезопасности, а-ля фирмы TrueSec. Крупнейший в стране в лице Маттиса Вахлина, что и руководил всем этим делом. И спустя 4 месяца разработки пришли они к выводу, что это точно русские. Так как телеграм-канал хакерской группы Anonymous Sudan, топящий за уважение к своей истории и религии, зарегистрирован в России. Прямо на Красной площади. В выборе языка есть русский и флаг у них Триколор. Да, но там же 4 цвета, тем более значит Триколор плюс. И откуда газ в зажигалке Полудана вам вообще рассказывать? Про балалайки, медведи и водку умолчали. Правда и книги свои рекламировать не стали. Как перезагрузить комп, вырубив свет в квартире? Или учимся программировать с Роблокс? А сегодня фейк-ньюс уделал интернет. И вот тренд заданный еще в 13-м году Рейтерс снова ожил. Ну может вы помните, как они Джорджа Сороса похоронили? С красивым некрологом, кто он был, как он был. То есть все серенький зайчик. И вот уже с утра, где только можно его в очередной раз, добрым, аль не очень словом поминали. Притом новость, что по миру разошлась, подрезали у блогера. Что подобные вбросы и именно по Соросу клепает через день. Ну там, не дай боже, старичок, где информационно не отсветят автоматом некролог. Ну и все по классике. Господи, они убили Кенни. Сволочи! И да, инфа не соответствует действительности. Но какая разница? Вот что значит СМИ. Нет новостей и будут. Оно так, кстати, куда как проще. Ну, самим придумывать. Хотя гоню. То, что в последнее время творится, моя больная фантазия бы не нарисовала. А тем временем Блумберг подтверждает факт того, что экономика США восстанавливается. И потребительские способности граждан берут новые высоты. Не, ну не везде, конечно. Но вот фармацевтика, официальная или уличная. А также продажи алкогольной продукции прямо вот бодрячком растут. И все это благодаря правильным решениям работодателей о переводе народа на удаленку. И по их данным, каждый шестой американец больше не откладывает принятие и распитие средств расслабления на вечер. Ведь перед работой или перед совещанием в зуме такие действия приводят к лучшей работоспособности и активизируют скрытые резервы, раскрывая творческий потенциал и креатив всей команды. И в срезе от 24 до 54 лет таковых новые высоты берущих там уже по 27 миллионов человек. Но все это не важно. Главное командная работа. Свобода и движение к своей американской мечте. Ну или на улицу, за новыми покупками, чтобы на следующий день творческий кризис не словить. А в ЕС, не теряя времени, решили более серьезно подойти к санкциям против нефтегазовой отрасли России. Ну, во-первых, заокеанские партнеры не в полной мере своими объемами и контрактами довольны. Ну, а во-вторых, если уж с санкциями развлекаться, то по-взрослому. Так что, собрав всю волю в кулак, в 11-м пакете страны G7 и Евросоюза окончательно запретят экспорт российского газа по трубопроводам. И этот шаг поможет ЕС наконец вздохнуть в полной грудью, освободившись от такого зависимости. И помимо этого, еще больше снизит финансовое поступление в Россию. И усилит экономическое давление. Благо, Германия и Польша к этой идее со всем пониманием отнеслись и всячески инициативу поддержали. Да, но эти страны и так предприняли все возможное, чтобы отказаться от зависимости. И по большому счету, там труп-то и нет. А те, что остались по ним и так, вроде как все поставки приостановлены. Ну да вот, что же вы, репортеришки, за люди такие. Вечно бы вам всю мазу обгадить. Но зато потом, ежели ситуировано изменится, возобновление поставок по этим трубам будет невозможно. Пока все страны в едином порыве это не поддержат. А на вскидку тройничок плюс один так точно не поддержат. Так что относитесь к этим санкциям, как к этакому заделу на будущее. Ширше мыслить надо. И партнерам нашим в минуту слабости и желания с пути по европейски правильному сойти помочь. Ну и заодно мы вновь поднимем вопрос нефтепровода «Дружба». Что Венгрию, Словакию и Чехию жижи неправильной обеспечивают. Ведь наша задача, как старших товарищей, объяснить этим странам, что дружба – это отношения внутри ЕС, а не труба. Отличного дня. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok